Всем привет, друзья! С вами DigiZem. В этом видео сделаю обзор на недавно вышедший плагин в бета-версии GeoTracker для After Effects. Покажу как с ним работать, сделаем три проекта с разным видео и рассмотрим настройки плагина. Итак, погнали! GeoTracker это плагин, который обеспечивает отслеживание 3d объектов в After Effects. Чтобы его скачать, перейдите по ссылке под видео на сайт разработчика KenTools. Тут представлена информация об этом плагине. Далее выбираете для какой системы вы будете скачивать плагин Windows или macOS. Также вы можете его скачать в telegram канале Plugins, где вы можете найти и скачать много чего еще интересного и полезного для своей работы, как в 3d, так и в 2d. Далее нажимаем и скачиваем. Скачается сразу файл установщик плагина GeoTracker. Двойным щелчком мыши запускаем его. Нажимаем next. Соглашаемся. Можете выбрать папку куда будет установлен плагин. Я же оставлю по умолчанию, что и вам советую. И нажимаем install. Все быстро загрузится. Нажимаем finish. Открываем программу After Effects. Сразу создаю новую композицию и загружу первое видео, на котором продемонстрирую работу плагина GeoTracker. Это вот такой крутящийся глобус. Чтобы применить к видео плагин GeoTracker, выделяем слой с видео. Можно выбрать плагин из вкладки эффект или из поиска в Effects & Plugins. В панели контроля эффектов он должен появиться. Нажимаем на вкладку Open Toolbar. Откроется вот такое окно. У меня оно уже открылось в этом месте, потому что раньше я уже устанавливал этот плагин и закреплял его тут. У вас оно откроется при первом запуске как отдельное окно и вы его сможете прикрепить в любом удобном для вас месте рабочего пространства. Вверху мы видим, как идет процесс анализа трекера, так же как и во встроенном трекере After Effects. Во вкладке Geometry вы можете выбрать источник. Этим источником также может быть загруженная 3d модель. Об этом поговорим чуть позже. Или выбрать из представленных тут уже готовых примитивов. Плоскость, куб, сфера и цилиндр. Так как я буду тречить глобус, соответственно выбираю сферу. Появляется вот такая сетка в виде сферы. Эту сетку вы можете настроить в этой вкладке, чтобы ее лучше было видно. В основном этих двух настроек будет более чем достаточно. Также можно будет изменить ее цвет, чуть позже покажу. Настройка радиус, как вы догадались, настраивает радиус сферы. С помощью этих двух настроек вы можете увеличить количество сегментов на сетке по вертикали и горизонтали, что-то типа сглаживания и увеличения полигонов в 3d приложениях. Также вы можете настроить радиус и положение сферы визуально с помощью так называемых булавок, которые создаются щелчком левой кнопки мыши на этой сетке. Зажав левую кнопку мыши на этой красной точке, она же булавка, можно переместить сетку. Добавив еще булавку, мы можем вертеть и изменять радиус сетки. Таких булавок вы можете добавлять сколько угодно. Но помните, что с каждым добавлением сетка может настраиваться сложнее. Тут нужно потренироваться и приноровиться. И не всегда с первого раза получится, особенно это касается настройки положения плоскости. Там я реально за**ался настраивать. Вот так можно изменить цвет сетки. Когда вы подогнали сетку под нужный вам объект, нужно дождаться окончания анализа просчета, если он еще не закончился. После его окончания будут доступны вот эти стрелки, с помощью которых можно запустить трекер-отслеживание. Нажимаем вот на эту стрелку и смотрим, чтобы сетка не сползала в стороны с нашего объекта. Если такое произошло, вы можете поправить сетку. Далее нужно поставить курсор между начальным ключом и конечным, на котором вы остановили трекер. И нажать на эту кнопку Refine. Уточнить, чтобы трекер сгладил этот переход между ключами, где вы сделали поправку. Иначе у вас будет резкий переход и подергивание в этом месте. Запускаем снова трекер. Не хочет. Видимо курсор нужно установить на то место, где мы остановили трекер. Снова съехала немного сетка. Поправляем. Уточняем. Находим конечную точку и снова запускаем. Такое конечно проделать вам не придется каждый раз. Иногда трекер проходит без поправлений и нормально отслеживает объект. Но если такое случается, то вы уже знаете как это поправить. Вот такой результат у меня получился. Теперь, чтобы экспортировать дорожку с отслеживанием, заходим в экспорт и экспортируем 3d 0, чтобы впоследствии с ним связать объекты, которые вы будете добавлять в видео. Вот так он выглядит в окне просмотра. Если мы посмотрим на его позицию, то увидим, что они красного цвета и изменить их вы уже не сможете. Все. Трекер все проанализировал и все закрепил. Отлично. И давайте добавим в видео какой-нибудь объект. Для этого создаем новый слой и применяем к нему плагин Element 3d. Захожу в настройки сцены и загружаю 3d модель облаков в формате obg. И облака появились в окне просмотра After Effects. Далее нужно создать нулевую группу, чтобы можно было настроить положение облаков в видео. Вот за эти манипуляторы можно настроить их положение. Если вам нужно дополнительное освещение, вы также можете его добавить. Чтобы понимать как объекты расположены относительно друг друга, вы можете открыть несколько окон вида с разных сторон и настроить более точное расположение объектов в 3d пространстве. И чтобы движение облаков было по направлению движения от третчиного объекта, связываем с помощью parent link эти слои вот таким образом. И смотрим, что получается. Облака движутся по направлению вращения глобуса и вокруг него. Можно подкорректировать их положение ближе к глобусу. Отлично! И также привязываем слой с освещением к Object Track, чтобы и освещение двигалось одновременно с облаками. И получается у нас вот такая анимация движения облаков вокруг глобуса. Покажу как у меня получилось это с другим похожим видео. Если вам нужно будет, чтобы облака или еще какие-то объекты заходили за глобус в данном случае или другой объект, нужно будет сделать маску глобуса. Надеюсь вы знаете как это сделать, это несложно. И давайте покажу как теперь добавлять сетку из загруженной 3d модели. Для чего это нужно? У вас могут возникнуть случаи, когда вам нужно будет сделать трекинг объекта, которому встроенные примитивы для трекинга не подойдут. Теперь, когда я открываю After Effects, у меня также автоматически в этом месте будет открываться и Open Tools GeoTracker. Итак, у меня есть вот такая 3d модель головы с очками, которую я сохраняю в формате OBG. Это можно сделать в любой 3d программе или скачать из интернета. У меня есть вот такое видео. К слою с видео применяю плагин GeoTracker. Также начинается анализ видео и теперь вместо примитивов этого плагина я загружаю свою 3d модель формате OBG. Как видите, она загрузилась в виде сетки головы с очками. Также левой кнопкой мыши добавляю булавку на сетку и с помощью этих булавок настраиваю положение сетки на голове девушки из видео. Запускаю отслеживание. Отлично! Экспортирую дорожку. Создаю новый слой. Добавляю элемент 3d. Загружаю 3d модель очков. Добавляю текстуру, создаю нулевую группу и настраиваю положение очков. Связываю этот слой со слоем object track. И получаем вот такой результат. Было такое видео, стало таким. И давайте посмотрим, как работать с маской плагина GeoTracker. Для этого я загрузил вот это видео и допустим вы хотите что-то добавить на дисплей телефона. В примитивах выбираем плоскость и вот тут друзья начинаем ебаться. С другими примитивами или загруженными 3d сетками у меня особых проблем по настройке не было. Но с плоскостью это пи***ц какой-то. Я уебался ее настраивать и так и эдак по полчаса. Короче, я нашел для себя выход. Делаю две булавки и располагаю сетку на объекте. Далее, если я добавлю еще одну и захочу вытянуть сетку, получается вот такая еб***ня. Правым щелчком мыши удаляю эту булавку. Также можно удалять эти булавки и с помощью этих кнопок. Надеюсь, теперь вы поняли, почему их назвали булавками. Они, каждая из них, прикрепляется к точке. И когда вы тянете за другую булавку, движение сетки основывается на всех прикрепленных булавках. То есть на всех этих прикрепленных точках. В общем, нужно тренироваться, чтобы понять, как они работают. Далее, я просто в настройках изменяю значение wide и height. Вот только таким способом у меня что-то начало получаться с настройкой именно плоскости. Хочу пожелать вам удачи с этим. Возможно, кто-то воспользуется моим способом. Отпишитесь в комментарии, кстати, как у вас получилось с настройками плоскости. Также мы можем настроить количество сегментов сетки, если кому нужно. И запускаем отслеживание. Как видите, сетка уехала. И вот чтобы она не уезжала, нам и понадобится маска в GeoTracker. Ставим курсор на нулевой кадр. Заходим в 2D Mask. Добавляем корректирующий слой. И создаю вот такую маску, которая закрывает палец, который листает ленту в смартфоне и саму движущуюся ленту. Далее в настройке слоя тут выбираем корректирующий слой. А тут выбираем маски. И запускаем трекер. Блять! Вы не поверите! У меня получилось это первый раз прямо на ваших глазах. Я два дня ебался, проклял и обосрал всех создателей этого плагина. Ничего не получалось. Сетка уезжала с каждым разом. Друзья, на ваших глазах только что произошло чудо из чудес. Я не знаю, что произошло. Может из-за того, что я сейчас, чтобы вам показать, как установить плагин, заново его установил и баг исправился. Не знаю. Так что имейте ввиду, что возможно у вас с первого раза маска может не сработать. Напишите, что вы думаете об этом плагине GeoTracker. Будете ли вы с ним работать или будете использовать зарекомендовавший себя уже PFTrack? Будет интересно ваше мнение. Ну и что еще тут есть в настройках? Тут вы тоже можете настроить позицию сетки по осям. Настроить камеру, если вы знаете с какой камеры вы снимали видео и ее настройки. Тут информация о лицензии. Как видите, у меня уже написано осталось 26 дней бета-версии. Не знаю, что это означает. Сделают они бесплатным этот плагин потом или платным? Посмотрим. Так что на использование бета-версий дается 30 дней. Ну и вот так выглядит сетка примитива куб в плагине GeoTracker. Вступайте в наш чат Telegram, где мы делимся опытом и помогаем друг другу. А также подписывайтесь на наш канал Telegram со свежими новостями из мира 3D. Если это видео было вам полезно, то не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на канал, будет много чего еще интересного и полезного. Всем удачи, с вами был DigiZem.